Наше акционерное общество по производству лекарственных средств в Нижнем Новгороде уже на протяжении 15 лет выпускает эффективные препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СМГ. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. Я работаю на предприятии в должности ведущего технолога производства. Шесть месяцев назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии наша компания планировала расширить производство и увеличить выпуск таблеток для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. По технологии производства таблетки дальше должны были упаковываться в блистер, который, в принципе, сохраняет таблетки из порошка от воздействия окружающей среды. Для осуществления этой задачи необходима была, по сути, покупка нового, современного оборудования производительностью 100 000 таблеток в час и диаметром таблетки 12 миллиметров. Выбор автоматического оборудования для прессования таблеток возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке производства порошка для таблеток. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. И вот я приступил к поиску таблеточного пресса и думал, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранный таблеточный пресс и отправит на повторный поиск. Затем я поискал оборудование у китайских производителей. Здесь вариантов было по сути больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов четыре компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через шесть месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика и поэтому принципиально решено было по сути отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке таблеточного пресса и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, которым я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне таблеточный пресс в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта компания не фигурировала. Сайт компании мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях таблеточного пресса, прислал ролик на электронную почту, инструкцию по эксплуатации, где я смог все спокойно изучить. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку таблеточного пресса. Я выслал менеджеру образцы нашего порошка, из которого мы планировали прессовать таблетки. Перед отправкой оборудования специалист выслал мне на почту видеоролик машины, где они протестировали пресс с использованием нашего розового порошка. Загрузка порошка осуществляется через воронку, автоматическое управление через систему шки экрана. Компактная машина, а значит она не будет занимать много места. Оборудование сделано из плотной нержавеющей стали, рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами. Машина пришла через два месяца, мы быстро наладили, и запустили производство таблеток для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний и обеспечили предприятие продукцией. Для поставки в страны Балтии. Я смог спокойно заняться делом, которое требовало большего моего внимания. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о своей проблеме и желаемых сроках поставки. Он посоветовал мне хорошего специалист по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.